Всем привет! Это Поршень покинул чат. С вами снова я, Саня. На сегодня у нас видео не обзорное, не про машины. Ну, частично про машины, но не будет драйва, не будет наяривания, не будет бока. Ничего не будет такого, чего бы вы от нас ожидали в этом выпуске. Сегодня у нас на обшитии руль. Вот, сегодня возьмем вот такой вот руль и сделаем из него более или менее достойный образец. Сейчас он немножко подустало выглядит. Я его уже немножечко пошлифовал. Вот. В общем, сегодня будет небольшой мастер-класс. Я вам покажу, как можно обшить руль собственноручно. Ну, или хотя бы просто попытаться, если вам это интересно. Я не буду стараться вас убедить в том, что это очень легко, что у вас все обязательно получится. Может быть, да, а может быть и нет. У всех способностей, как бы, ну, разная. Кто-то умеет хорошо считать, кто-то умеет хорошо камни ворочать. В общем, кому что. Но, в любом случае, глядя на нашу работу, на то, как мы будем сегодня делать и колдовать этот роль, вы сможете понять, стоит ли вам вообще пытаться это делать, если вы хотите обновить рулежку. Или же лучше все-таки обратиться к человеку, который, ну, занимается этим. Я не говорю обязательно о себе, хотя было бы неплохо. Но, в общем, вы увидите, как это делается и сможете повторить это сами. Значит, сегодня у нас формат видео домашний, поэтому мы сегодня будем делать все на полу. Вот, для удобства и простоты пользования я вам сейчас буду рассказывать поочередно, с чего стоит начинать при обшивке руля и вообще, как можно развести линии швов. Так вот. Значит, для начала, первым делом, нам нужно полностью зашкурить руль, обезжирить. Это делается для того, чтобы потом, в дальнейшем, можно было проклеить рулёху вместе с кожей. Потому что, потому что всегда, когда обшивается руль, нужно, нужно клеить. То есть, слой клея обязательно должен быть. Если же не дать вот этот вот слой клея, то со временем, или можно даже сказать практически сразу же, кожа начнёт поверх руля скользить, как оплётка дешёвая, китайская. Ну, это будет неприемлемо. Так вот, после того, как мы зачистили и обезжирили руль, теперь мы решаем, как он должен у нас выглядеть. Есть очень много вариантов, как его обшить. Ну, меня попросили, короче, сделать с перфорацией. Перфорация – это вот такие вот отверстия на коже. Вот. И попросили, чтобы эта перфорация была у нас здесь и здесь. Начиналась и заканчивалась. Так вот, нам нужны теперь точные метки для того, чтобы было всё соосно, чётко, красиво и не выделялось, типа там, по неровностям шва или так далее и всякое такое подобное. Вот. Что мы для этого делаем? Мы берём измерительный прибор. Рулетка. Ну, не рулетка, как это называется. Метр. Значит, нам нужно найти центр. Нет, это не будет центром. Центр тяжело искать в рулях, потому что он округлый со всех сторон. Ну и... Ну, негде просто-напросто приложить там линейку и определить, о, вот центр. Но, ну, я сейчас попытаюсь наглядно показать, как можно, в принципе, более или менее точный центр найти на руля. Значит, на вот этой вот нижней спице мы сейчас выставим относительно, относительно вот этих вот спиц линейку. Прямо смотря на неё, вот, у нас уже есть точная метка соосная друг с другом. То есть вот эта вот точечка и вот эта, они на равноудалённом расстоянии по высоте от лучей, ну, плечей руля. И уже мы можем двигаться от вот этих точек в разных направлениях. Так вот. Так вот. Здесь у нас по бокам должна быть перфорированная кожа. А здесь сверху, снизу гладкая. Нам теперь нужно определиться, какой длины будет кусок перфорированный. И для этого, для этого мы отмеряем где-то сантиметра пять от нашей уже намеченной линии. Пять сантиметров сюда и пять сантиметров сюда. Всё. Здесь, в этом месте, у нас уже будет проходить шов. Но до шва у нас ещё много работы. Я вам покажу, какой... Я вам можно сказать свои хитрости буду раскрывать за бесплатно. Расчет идёт как раз на то, что вы посмотрите, насколько это всё тяжело, как бы, трудоёмко. И вы подумаете, это нафиг мне оно надо, лучше я Сане дам, пусть он это делает. Так, хорошо. Нижние точки у нас есть. И от них мы уже отталкиваемся по верхним точкам. Значит, берём по окружности руля. В приблизительном месте, где мы хотим поставить шов, отмеряем. Здесь у нас 27 сантиметров выходит. Почему, допустим, я сделал следующую наметку здесь, а не вот здесь, допустим. Потому что здесь у нас наплыв. Если шов будет на вот этом наплыве, ну, это будет некрасиво, мягко говоря. Это будет, ну, бить по глазам. Я бы это назвал так. Поэтому у нас будет здесь. Дальше меряем то же самое, расстояние в 27 сантиметров. И причём, обратите внимание, как я меряю, я меряю не по прямой. Вот, отсюда, досюда. Потому что расстояние уже получается совершенно другое. А я по окружности руля веду. Это сделано для более точных расчётов. Потому как можно начать мерить не, как это сказать, не по линии, не от точки, а только от приблизительной точки. Тогда уже будет немножко не играть по швам. А это нам не надо. Так вот. Что мы делаем дальше? Лайфхак. Как сделать прямую линию на руле. Чтобы потом под неё вырезать каёмку под шов. Берём вот эту же ленту. Прикладываем к линии. Придерживаем. И агинаем. Раз. И два. Теперь мы просто рисуем линию. Неудобно. С рулями всегда неудобно. Вот. Линия у нас есть. Чёткая и ровная. То же самое мы делаем со всеми нашими наметками. Значит, после того, как у нас уже есть метки, нам нужна каёмка, вырез под шов. Делается для того, чтобы шов не выступал у нас бугром на самой коже, на материале, чтобы оно вровень чётко выглядело. Я сейчас говорю про вот такой эффект. Видите? Ровно, без бугорков. Всё чётко. Здесь тоже были сделаны прорези. Так вот. Если мы этого не сделаем, то приблизительно у нас будет выглядеть вот так. Видите? Ступеньку. Практически то же самое, только в две стороны, и посередине будет располагаться уже на готовом обшитом руле. Честно говоря, выглядит так себе, я вам скажу. Поэтому берём лезвие, нож, что угодно, и начинаем вырезать. Начинаем кромсать руль. Не переживайте, когда у вас сам надрез не особо ровный получается или чёткий. Это не страшно. Потому как кожа всё равно заполнит собой вот эти вот неровности, пустоты, которые получаются при надрезе. И всё это будет скрыто от глаз. Да, немного неудобно. Немного непрофессионально, я бы даже сказал. Ну вот, но мы же сейчас снимаем, скажем, домашнее видео. Мы вам показываем, как это можно сделать дома, самому себе. Так. Ну и надрезаем. Где не надрезалось, убираем всё, что вот тут хорошо получилось. Хоп. Чикс. Чикс. Ну и тут немного доправляем, короче, вот эти вот всякие непонятные места. Везде проверяем. Вот этого, в принципе, уже достаточно, чтобы шов у нас спрятался внутри. Прорезь не должна быть глубокая, не должна быть широкая. То есть, всё чётенько, плотненько должно быть. Потому как, потому как вы понимаете, в случае, если вы руль не обшили, это уже, это уже залёт, это уже бок. Это, ну, уже ничего с этим не сделаешь. То есть, тут сделан надрез, значит, ты должен обшить по-любому. Так, это у нас идёт мусор. И мы продолжаем с остальными метками делать то же самое. Субтитры подогнал «Симон» но после того как мы уже сделали вот эти наши прорези пошло и собственно говоря приходит момент когда надо отмерять саму кожу и так здесь уже недостаточно взять просто рулетку или же вот этот вот метр здесь нам надо мерить непосредственно самой кожей потому что каждый кусок кожи каждый ее отрезок имеет свою эластичность то есть тянется по-своему одна тянется хорошо другая тянется плохо поэтому четко по вот этим прорезем в натяжку мы отмеряем куски кожи ну тут я уже себе отрезал эти куски с большим запасом на плечо чтобы можно было потом обшить то же самое делаем с другой стороной вот от одной прорези до другой натягиваем кожу так плотно так мощно как только можем чтобы она у нас доходило и так перфорированная уже готова отрезана теперь теперь я покажу как как я буду мерить гладкую кожу и так я сейчас взял уже другой кусочек кожи вы видите это действительно обрезки обрезки кожи но они хорошие некачественно и в принципе здесь позволь здесь вот эта часть часть руля позволяет собственно говоря сделать из обрезка и что я вам говорю вот обратите внимание как я его легенько натягиваем растягивается изумительно а вот этот кусочек уже не так хорошо растягивается уже гораздо плотнее сидит это то и о чем я говорил что каждый кусок кожи тянется по своему и поэтому здесь уже не ну не можно как бы можно мерять рулеткой там сантиметром но это будет некорректно то есть это будет не точно вы себе померяете одну длину куском кожи на на этом самом на сантиметре выйдет абсолютно другой кусок то есть вы сами понимаете лучше уже по факту значит так фиксируем пальцем с одной стороны и натягиваем плотно хорошо натягиваем нащупываем нашу прорезь вот здесь она и и ставим не . все теперь теперь чтобы убедиться что нам этого хватит по ширине просто берем так складываем и уже видим явно тут нам хватит вот наша метка что мы делаем мы берем и просто отсекаем все лишнее я не даю припуски на швы то есть я режу сразу по меткам а припуски на швы я не дают для того чтобы кожа могла потом себе натянуться как можно плотнее чем плотнее кожа будет натянута тем красивее руль будет выглядеть это уже не одна неоднократно было доказано многими руляхами еще очень важно иметь хороший инструмент если у вас там допустим ножницы за пять злотых они нормально не порежут куски кожи тогда вам придется брать в руки уже лезвие лезвие ваше спасение если если нет вообще ничего более там подходящего вот я уже отмерил последний кусочек который у нас пойдет вот на эту часть тоже меряем тоже меряем от одного шва до второго шва чикс медали натянется аж до самого конца сейчас я не могу натянуть потому что неудобно но когда все куски сошьются уже в воедино тогда конечно начнется следующая стадия этого веселья тогда мне нужно будет каждый шов расположить и приклеить уже на вот этой борозде на вот этой на этой на всех четырех каждый шов должен быть приклеен до того как вы начнете обклеивать именно сам саму кожу вместе с рулем это делается для того чтобы швы не сместились то есть кожу все равно может повести в процессе натягивания клеите сначала швы а потом все остальное уже после склейки начинается обрезание тоже опять главного обрезание какая-то еврейская тема обрезка вот потом начинается обрезка это значит что мы будем обрезать все все лишние лоскутки вот эти все вырезы кожи которые нам не нужны они нам будут мешать это вы конечно все увидите я просто немножко забегаю вперед хочу вам рассказать как это будет и да еще вот такой момент здесь мы допустим владелом ровный ровный такой срез для чего это делается это делается для того чтобы потом можно было разместить на руле этот срез то есть у нас есть центр центр руля примерно вот здесь вот он у нас будет мы его вот так вот намечаем белой ручкой так чтобы мы его хорошо видели по нему уже могли обклеивать материал и вот у нас с этой стороны приходит материал четенько сюда приклеиваем подгибаем все это конечно уже делается с клеем и сшитая и после того как у нас уже все зафиксировано здесь мы можем прощупать ступенечку и по этой ступенечки начинать вырезку все это будет еще показано все это вы подробно увидите и еще чтобы не просчитаться вы всегда вы всегда берете вот этот кусочек подворачиваете его здесь на середину потому что здесь будет проходить середина от плеча и смотрите так такой запас чтобы у вас огибал это собственно говоря плечо визуально чтобы это было так внахлёст чтобы потом можно было чтобы было из чего огибать вот этот вот луч и обшивать его тот конечно все будет подрезаться но чтобы проверить что у вас хватает везде кусочков такой метод вполне приемлемый да может кому-то показаться там непрофессионально или я не знаю кустарно скажем так ну да я соглашусь это домашнее видео вы вы смотрите сейчас вариант как можно сделать самому дома я выговорил я говорил про инструменты ну вот и хочу еще показать иголочки которым мы будем сшивать значит иголка непростая иголка под кожу у нее не сплюснутый кончик то есть она у нас плоская как шпага фокус не поймает это но не фокусируется все выключилось не выключилась в общем иголка на конце сплюснута и остро плоско как шпага